В Москве в Музее Востока открылась выставка «За три моря. Странствия Афанасия Никитина», посвященная 555-летию с начала путешествия знаменитого тверского купца. На экспозиции представлено более ста экспонатов. Археологические предметы, русские, иранские и индийские рукописи и миниатюры 15-16 веков, предметы быта и этнографии народов и стран, которые посетил и описал Никитин. Выставка станет опытом музейного прочтения бессмертного литературного произведения «Хождение за три моря». Экспозицию также дополняет показ одноименного советско-индийского фильма 1958 года. Те из вас, кто уже давно живет, помнят этот фильм. Это был первый советско-индийский фильм про великого купца Тверского Афанасия Никитина. 50 городов посетил Афанасий Никитин, проплыл по трём морям, увидел много-много-много всего. Также много всего вы увидите, ну, конечно, не столько, сколько Афанасий Никитин, но достаточно много в наших залах. Вот такие люди, как Афанасий Никитин, которые, он не побоялся плыть по этим морям, бушующим, по нашей великой Волге, не побоялся ничего. Он достиг Индии. Он не смог, правда, добраться, когда он уже в обратную дорогу собрался. Он не добрался до Твери родной. Похоронен он в Смоленской губернии, вот в тех краях. Но, тем не менее, в родную Россию он вернулся. На выставке можно познакомиться с религией, обычаями, нравами, материальной культурой и экономикой стран, которые посетил Афанасий Никитин между 1468 и 1474 годами. Это Золотая Орда, Иран, Индия, Арабские страны, Восточно-Африканский берег, Османская империя, Азербайджан и Дагестан. Кавказ сыграл в путешествии Никитин очень важную роль. Мы знаем о том, что он был ограблен под Астраханью, и судно его напротив Татарков, недалеко от современной Махачкалы в Дагестане, попало в шторм. Его спутники были взяты в плен. Он побывал неоднократно в Дербенте, пытаясь вызволить своих спутников. В Дербенте тогда был частью государства Шерван-Шахов, где правил тогда Фарух-Ясар. И именно как спутник посольства от Ивана III к Фаруху-Ясару, Афанасий Никитин и отправился, собственно говоря, на восток. Он не только с купеческой миссией был, он сопровождал караван купеческий, который Ассанбега, одного из послов, возвращался на родину, одного из послов Фарух-Ясара, который побывал в Москве. То есть это была часть государственной миссии такой, которую Афанасий Никитин, по всей видимости, и выполнял. Поэтому Кавказ сыграл в этом ключевую роль, будучи лишенным средств существования, лишенным части своих товарищей. Он в какой-то момент, видимо, находясь в Дербенте, решил не возвращаться на Русь, а пошел в Баку. А далее пошел уже в Иран, для того, чтобы, по всей видимости, продолжать вот этот свой нелегкий путь. И все его дальнейшее путешествие, в общем, строилось как раз благодаря тому, в каких условиях он оказался на Кавказе. Баку он посвящает всего несколько строк своего текста. Он пишет, потому что там горит неугасимый огонь. То есть, безусловно, я ему в виду вот эти нефтяные промыслы. Промыслы, да, на тот момент нефть добывали, конечно, не такими способами, как сейчас, но Азербайджан, как нефтяная точка на карте, безусловно, тогда очень был известен. И он об этом, как огонь горит неугасимый, он прямо об этом пишет. Мы попытались это проиллюстрировать замечательной совершенно графикой азербайджанских художников, видами Баку, которые сохранились, ну, если мы берем вечерей Шаерту, сохранился практически в дворец Шерваншахов, сохранился в той самой первозданной, первозданном состоянии, в котором мог его видеть сам Афанасий Никитин. Поэтому эти иллюстрации, как мне кажется, нельзя лучше отражают вот те образы, с которыми Афанасий Никитин столкнулся в Азербайджане, в Баку и до этого в Дербенте. Выставка «За три моря. Странствия Афанасия Никитина» проводится при поддержке фонда «История Отечества» и Международного нумизматического клуба и продлится до 11 февраля 2024 года.